Всем привет, я Влад, это магазин Попади в Десятку. Сегодня у нас на обзоре такой вот сигнальный, довольно-таки интересный пистолет. И это Джокер Курс в калибре 5,5 мм. Смотрите. В первую очередь, конечно же, хочу сказать, что пистолет не совсем обычный. Действительно уникальный в каком-то смысле. Помимо этого, он обалденно сделан. Просто очень качественно, очень качественно, и даже держа его в руках, это вот первое, что бросается в глаза, да и вообще по ощущениям очень интересный. Но обо всем по порядку. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, ну и напишите свой комментарий. Этих несложных действий очень сильно помогут нашим видео в продвижении, и мы будем безмерно вам благодарны, потому что мы стараемся для вас. Ну и да, мы на вас надеемся. Смотрите, комплект. Поставляется он вот в такой вот сумке. Сумка тканевая, здесь есть липучка, также есть карман. Помимо этого, конечно же, в наборе идет и инструкция, где описано, как работает данный пистолет. Но знаете, по большому счету, вот сказать честно, здесь не так много-то вариантов в том, как вообще этому пистолету работать. Но об этом я вам расскажу уже чуть дальше. Ну, конечно же, также обязательно описана чистка и все-все-все тому подобное. Но в любом случае, штука нужная. Штука нужная, я считаю, без инструкции никуда. Что ж, ну давайте посмотрим на него поближе. Ну и да, мы с него обязательно постреляем, посмотрим, какие показатели скорости он выдаст. Погнали! Интернет-магазин, попади в десятку. Произведен пистолет российской компании Курс-С. Ствол и рамка сделаны из стали, а кожух ствола и затвор из авиационного алюминия. Пистолетная рукоять сделана из дерева. При длине корпуса равной 200 миллиметров, вес изделия 780 грамм. На верхней стороне корпуса предусмотрены стандартные прицельные приспособления. Теперь же давайте я расскажу вам о том, как данный пистолет зарядить. Магазина здесь никакого нет, никак вы его не извлечете. Здесь есть отверстие на рукояти, но это для того, чтобы раскрутить шестигранником и уже снять рукоять. Но зарядка так не происходит. Происходит зарядка вот так. И да, перед стрельбой, в момент, когда вы будете нажимать на спусковой крючок, пистолет будет именно в таком положении. Вот так сейчас он взведенный. Безусловно, вы можете как бы ее, допустим, затвор, точнее его, вернуть на место, но в таком положении выстрелить не получится. Поэтому выстрел происходит только в таком положении. Для того, чтобы стрелять с этого пистолета, нам нужны, конечно же, те самые пневматические валанчиковые пули калибром 5,5 мм. И, помимо этого, нужен строительный патрон. Пистолет как бы однозарядный. Зарядили, стрельнули, потом нужно заряжать опять. Смотрите, строительный патрон мы вставляем вот сюда. В плане вставки ничего сложного. Пуля вставляется вот сюда. После чего вы нажимаете на, соответственно, спусковой крючок. Здесь и происходит выстрел. Здесь я стрелять не буду. Сейчас перемещусь в определенное специальное место для того, чтобы пострелять. Замерить, какие показатели скорости он выдаст. Ну и покажу, соответственно, вам. Да, такой вот пистолет. В каком-то смысле действительно интересный пистолет. Но, скорее всего, безусловно, в первую очередь, да, пистолет этот сделан для развлекательной стрельбы. Пострелять по мишеням, по бутылкам, по картонкам, по еще почему-то. Но не более того. И все же, да, вам обязательно должно быть 18 лет, если вдруг вы решили, допустим, его себе приобрести. И вот, если пистолет вам понравился, и вы сейчас думаете, так, ну а где его купить-то? Ну так давайте я вам и подскажу. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте. И сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий. И оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Чуть не забыл. Пистолет разрешен для свободной продажи, покупки. Соответственно, для того, чтобы приобрести его, вам не нужны никакие лицензии, специальные документы. Приходите, покупаете, лишь делайте это онлайн. Где это сделать, я вам уже сказал. Ну, конечно, конечно, качество изделия здесь совершенно на другом уровне. Ровно как и в целом сами материалы. Материал действительно очень хороший, собран он классно, да и выглядит здорово. Поэтому он не только предназначен, в принципе, для стрельбы, хотя это естественно, его, как сказать, прямое значение, в принципе, он был сделан для этого. Но он также отлично подойдет и для коллекции, потому что выглядит, ну, правда, очень классно, собран добротно. Не прикопаться, просто все как нужно. Очень хороший в плане качества сборки и материалов тоже очень приятный пистолет. Ну, в общем-то, я рассказал вам все, что можно о нем, потому что много здесь особо-то и не расскажешь. Такой вот пистолет. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как он вам, а может быть возникли вопросы. Задавайте их все там же в комментариях. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров! Субтитры сделал DimaTorzok